МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 декабря 2014 года с российского космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б». С навигационным спутником нового поколения «ГЛОНОСКА». Покрытие, защищающее спутник, было изготовлено благодаря промышленной установке, которую придумали и сделали ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета. Спутник, вышедший на орбиту в декабре 2014 года, облицован небольшими плитками, на которые нанесено специальное покрытие. Они изготовлены из тончайшего стекла, не толще бритвенного лезвия. Для изготовления такого защитного костюма «ГЛОНОСА» потребовалось 9 тысяч фрагментов. Каждый из них подвергается предварительному испытанию. На каждый есть паспорт. Если, не дай бог, она по какой-то причине отвалится, то это место создаст такую дыру для спутника, куда будет проникать поток тепловой энергии. И спутник начинает потихоньку деградировать. Долго он не проживет, если начала отваливаться плитка. Ну, пару недель еще проживет, а потом, в конце концов, умрет. Но поскольку спутник отремонтировать нельзя, он улетел и улетел. И все, птичка улетела, и ничего не сделает. То вот к таким мелочам там очень внимательно относятся. Безукоризненное качество обеспечивает специальная установка для изготовления защитной одежды спутника. И сама установка, и технология были изобретены физиками Томского политехнического университета. Работая в круглосуточном режиме, она позволяет выпускать 300 тысяч пластин в год. Проект Яшма существует наряду с проектами АПАЛ, ЯХАНТ, АМЕТИСТ и другими. Уже на протяжении десятка лет томские политехники самостоятельно обеспечивают весь цикл уникального производства. От идеи до сопровождения уже готовой продукции на предприятии заказчика, которым в данном случае выступает Федеральное космическое агентство. Только техническая документация на одну установку – это 5000 листов формата А4. Ими можно укрыть площадь в 312 квадратных метров. Часть деталей томские физики заказывают из-за рубежа, часть уникальных комплектующих изготавливают самостоятельно. Сегодня в работе усовершенствованная Яшма. Для облицовки спутников применяются не только плитки, но тут же отрабатываются технологии по нанесению различных рвунных материалов, в том числе на пленку полиамидную, которые заворачиваются кабели, предохраняя их также от перегрева. Перегревы и разрушения по действиям факторов космического пространства. То есть установка, она вообще говоря, многофункциональная, то есть может наносить различные покрытия. Яшма – малосерийная установка. Над ее изготовлением трудится всего 20 сотрудников. Это конструкторы, технологи, программисты. Она высокотехнологична. Для того, чтобы начать изготовление пластин с покрытием, достаточно нажать одну кнопку. Установка начнет не только работать по заданным параметрам, но и будет архивировать данные, облегчая специалисту оценку качества продукции. Новую яшму, на этот раз четвертую, политехники должны передать заказчику уже в 2015 году.